Всех с днём рождения! Мне захотелось покататься на танке, который вроде и был не очень, но и я на нём давно не играл, и выбор пал на Т-72А. В итоге на 9.3 танк может делать мужчинские движения, потому что почти всегда играет либо на своём БР, либо на БР ближе к топу. А это значит, что основные враги это всякие картонки типа первого леопарда, МХ-30, колёсников и всего вот такого вот. В токе придётся пострадать на кумулях, которые скорее не как снаряд, а максимум как тазер, а потом на выбор даётся миллион бобсов. Тут, конечно, каждому самому надо выбирать, наверное, но мне показалось, что у 3БМ-9 лучше урона и циферки под углом, чем у 3БМ-15. Но у 15-го просто офигенное пробитие. Идеальный баланс всё же у топового 3БМ-22, и играл я именно на нём. Очень неудобно, что нет тепловизора, на 9.3-то могли какой-то там тамагочи прилепить, как на леопардах. Поэтому на огромных картах, более подходящих для авиационных РБ, нежели для танковых, искать фраги будет тяжеловато. В модификациях ещё можно прокачать дополнительную защиту в ЛД, но в гифке там почему-то установка бортовой ДЗ. Эта защита не прям сильно роляет, но некоторые снаряды в анализе всё же становятся жёлтенькими. Вообще, броня тут может прощать ошибки, да и если тебе не выцелили уязвимые места, то жить можно долго. Но при хорошем пробитии, скорее всего, это будет ваншот. Чтобы возить снаряды только в карусели, нужно брать 22 штучки, но если взять больше, экипаж получит удобную подставку под ноги. Как и на всех подобных советах, скорости приводов тут просто ужасные. И не дай бог ты заранее не рассчитаешь, куда тебе нужно было целиться, чтобы выходить из-за угла. Что удивило, это подвижность. Да, по холмам и склонам Симс Двойка едет так себе, но вот в городе всё отлично, пока не захочется отъехать назад. Тут уж проще сразу джейкнуться в ангар. Перезарядка с гранатомётом заряжания 7,1 секунда, маловато, но сойдёт. Короче, я был приятно удивлён Ашкой. Конечно, играя на постоянно на 10.3, от неё бы ничего не осталось, но либо мне так повезло, либо 9.3 популярный БР из-за кучи премов. Да и минусов хватает. В основном рекомендуется аккуратный геймплей, и обязательно нужно заранее продумывать свои действия, потому что заднего хода тут буквально нет. Ну а качаясь в первую очередь, я бы советовал всё же ветку с Т-80, а потом уже играть на Симис Двойках.